теперь еще у нас есть один отражатель вот который ставится спереди и сейчас мы попробуем поставить и посмотрим что у нас здесь получается так берем затягиваем винт так винт затянул нам нужно открутить вот этот винт так вот и мы сейчас посмотрим так чтобы вот этот нижний наш отражатель он сейчас отодвинется на себя так ну и смотрите вот наш отражатель видите двигается его пододвинул и теперь кручу шкил вот он сам иголки отодвинули его можно немножечко чуть-чуть подвинуть чтобы здесь был зазор полмиллиметрика где-то вот так вот видите и теперь нужно подтянуть вот этот винт крепления и вот этот винт затягиваем сейчас попробуем посмотрим видите зазор великоват значит можно подвинуть чуть-чуть поближе ну и вот смотрите вот у нас задний отражатель стоит видите вот иголка вот практически она держится на этом видите вот и отгибаю она еле-еле дотрагивается также и вторая иголка и вперед она видите вот чуть-чуть достает вот до вот этого переднего отражателя также и вторая иголка вот так вот две иголочки здесь люфтик буквально минимальный чтобы иголка свободно проходила так теперь это нам нужно удержать и хорошо затянуть вот этот вот винт вот этот винт значит вот так вот я пальцем продержу чтобы не сдвинулся и вот этот винт затягиваем затягиваю хорошо смотрите отверстие игольной пластины вот здесь вот она побита изнутри там борозда целая и вот я опускаю иголку видите и вот видите иголка она чуть-чуть только подгибается но она не касается края игольной пластины все здесь иголка уже никуда не уйдет она не будет бить вот сюда вот видите как это было вот так вот вот эти два отражателя они удерживают и направляют иголку так здесь все теперь занимаемся игольной пластиной так ну и вот смотрите видите вот наша борозда вот это все нужно почистить зачистить и заполировать и вот наша трещина так и нам нужно будет найти еще иголку и поставим вот сюда еще одну иголку чтобы у нас здесь ткань не гуляла потому что вот эта часть она без иголки будет пропускать правая игла так ну что занимаемся игольной пластиной